Здравствуйте! Доброго дня, уважаемые друзья! Меня зовут Максим Цыгвинцев, кулинарная школа «Папина кухня». И это программа «Кулинарный лайфхак». У нас будет сегодня сладкий десерт – творожный тарт с шоколадом на песочном тесте. Песочное тесто – это очень рассыпчатая, вкусная, нежная такая вот субстанция, которая подпекается. Печенька, по сути. И вот здесь очень важный момент. Масло должно быть идеально классным для этого рецепта. И сегодня я буду работать на продукции компании «Белогорье». У них масло делают в маслобойне, то есть фактически это такой вот домашний вариант, как у бабушки, да, в деревне. Молзавод «Калинина». Торговая марка «Белогорье». Деревенские продукты. Осознанный подход. Производство продукции по любимым рецептам, проверенным временем, соблюдая стандарты безопасности, отвечающие современным требованиям. Только натуральная продукция с любовью. Молоко, кефир, сметана, творог, масло, йогурты, ряженка – более 30 номинований. Новинка – различные сыры из натурального коровьего молока. Мне нужно соединить муку с маслом так, чтобы получился песочек. Я положу какое-то количество муки и теплое сливочное масло начинаю вот так вот растирать с мукой. Получается тот самый песочек, золотистый, красивый. Берите сахарную пудру, тоже лайфхак. Сахар может не успеть раствориться, а сахарная пудра всегда хорошо растворяется. И ванильный сахар. И вот так вот я соединяю это дело все с нашим песочком. Для того, чтобы связать тесто, я буду добавлять желток. Я уберу белочек. Два желточка я добавлю к тесту. И начну формовать уже комок из теста. Я возьму лист вот такого пергамента. Отрежу. Так вот сверху накрою. Все, руками вот так вот его растянул. А теперь буду работать с скалкой. Тесто буду подкатывать. От центра к краям. Вот так. Тесто раскатал. Снимаю одну часть бумаги. Вот так вот форму кладу сверху. Перевернуть не надо это дело. Оп. И аккуратно снимаю бумажку. Форму смазывать не надо. И заправляю это дело вовнутрь. Таким вот образом. Вот так вот ровненько я тут подрабатываю края. И теперь делаю следующую вещь. Мне понадобится фольга и фасоль. Я выстилаю сверху вот так вот форму фольгой. Все. А сверху высыпаю красную фасоль. Ну, как вы понимаете, она у нас сырая. Да, это для того, чтобы прижать тесто, чтобы оно не поднялось, но при этом как бы прогрелось. Все. Я форму отправлю буквально на 15 минут в духовку. Наша основа для тарта запекается, песочная. Мы приготовим начинку. Это творог. Я добавлю немножко сливок. Сметаны. Три яйца. И сахарная пудра. Вот, друзья мои, я достал свою форму. Сниму фасоль. Сейчас я вылью начинку в форму. Избавлю температуру до 160 градусов и поставлю это дело запекаться примерно на 40 минут. Вот такой вот замечательный творожный пирог у меня получился практически чизкейк. Я растоплю сейчас масло и шоколад. Шоколад, кстати говоря, с апельсиновой цедрой. Лайфхак, да, пирогу нужно дать остыть. Его нельзя есть теплым. Вкус теплого творога не очень хорошо. Поэтому в холодильник часа на 4, а лучше вообще на ночь убрать, часов на 8. И с утра насладиться вот этим вот творожным пирогом будет просто восхитительно вкусно. Для того, чтобы шоколад у вас стал таким глянцем и прямо, и в холодильнике не потрескался, мы добавим немножко растительного масла. Вот сразу смотрите, как заблестело все это дело. И просто польем в произвольном порядке. Друзья мои, все, вот такой вот творожный пирог у нас получился с шоколадом. Приятного аппетита! Я с вами прощаюсь. Максим Цыгвинцев, кулинарный лайфхак. До скорых встреч!